Всем привет, я Екатерина Шумила и вы смотрите блог на Политека Ньюс. Европой прокатились санитарные бунты, во многих странах продолжают действовать жесткие ограничения, но полный локдаун в ЕС обещают больше не вводить. Мы разобрались, как собираются противостоять коронавирусу в Европе, смотрите дальше. Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку карантин имеет множество вредных побочных эффектов, говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Как политики мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, отмечает канцлер Германии Ангела Меркель. Но для этого нам нужно действовать вместе. Из-за карантина экономика ЕС недополучит в этом году более 1 трлн евро. За время первой волны коронавируса с февраля по июнь ключевой сектор услуг сократился на 16,5% в целом, а вот обвал сферы туристических услуг составил аж 75%. Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране, сказал министр здравоохранения Италии Роберто Аспиранцо. По его словам, сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делают быстро, средний возраст, заразившийся 30 лет. Большинство не имеют даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации было 66 пациентов против 4068 на весеннем пике пандемии. «Мы должны любой ценой избежать крайних мер, которым мы вынуждены прибегли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы», сказал португальский премьер Антонио Кошта. Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба испанки, столетней давности или чумы в средневековой Европе. Вместе с тем в Европе продолжают действовать достаточно жесткие ограничения из-за коронавируса. В Испании полиция прямо на пляже задержала молодую женщину, у которой был положительный тест на коронавирус и не находилась на изоляции. Инцидент произошел в городе Сан-Себастьян. Полиция задержала женщину, когда она занималась серфингом. По данным местных СМИ, задержанная работает спасательницей на пляже и на момент инцидента была в отпуске. Ну а вот в Турции обязали носить маски даже на пляже. Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства, общественного транспорта, рабочие места, фабрики и так далее. По всей стране говорится в постановлении правительства. Ну а премьер-министр Австрии Себастьян Курс считает, что вернуться к прежней жизни европейцам удастся не раньше лета. Исходя из того, как сейчас развивается ситуация, очень вероятно, что следующее лето будет уже нормальным, сказал канцлер Австрии и не исключил усиление некоторых санитарных норм на этой неделе. С одной целью – обуздать пандемию, не прибегая к карантину мартовских масштабов. Его горячо поддержал президент Франции, которая, как и Австрия, славится горнолыжными курортами и не хочет терять еще один зимний туристический сезон. «Наша главная задача – вернуть людей на работу», – подчеркивает Макрон. «Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать еще одного локдауна, особенно общенационального. Мы научены опытом и знаем, что ничего нельзя отбрасывать, но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло». Ну а эпидемия коронавируса в Украине бьет рекорды. Каждый день медики фиксируют от двух до двух с половиной тысячи новых заболевших. К концу сентября, по прогнозу премьер-министра Дениса Шмагаля, эта цифра составит уже три тысячи в сутки. При таком сценарии еще через месяц в больницах будут серьезные проблемы с койками для новых больных. Чтобы избежать вспышки COVID-19 и коллапса медицинской системы, правительство продлило карантин до 31 октября. О полном локдауне, как было весной, речь пока не идет. Напишите, дорогие зрители, свое мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу, скучаете ли по поездкам в Европу, ну и в целом, как относитесь к карантину. Ну и, конечно же, если вы еще не подписались на наш YouTube-канал, обязательно это сделайте, чтобы не пропустить следующий блог и наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok